Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по посланию к евреям, первоверховного апостола Павла, и сегодня мы делаем обзор четвертой главы этого послания. Показав в предыдущей главе, в чем состоит грех древних иудеев и какое их постигло наказание за него, в данной главе апостол Павел I говорит о том, что привилегия, данная нам во Христе через Евангелие, превосходит привилегия иудейской церкви, в Церкви Ветхозаветной, и приводит это как причину, почему мы, то есть христиане, должны правильно воспользоваться ими, то есть этими привилегиями. Второе. Павел объясняет, почему древние евреи не получили никакой пользы от своих привилегий, которые имели. Третье. Подтверждает привилегия верующих христиан и гибельное положение упорствующих в неверие. Об этом с третьего по десятый стих. В заключение приводят сильные аргументы, побуждающие к вере и к послушанию. Итак, первый отрывок с первого по четвертый стих говорит о том, что привилегии, данные нам Христом в Святой Церкви, евангельские привилегии, они, конечно, превосходят все то, что имели люди в Ветхозаветной Церкви. И мы читаем с первого по четвертый стих. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой Его, не оказался кто из вас опоздавшим? Ведь призыв войти в Его покой прозвучал из уст самого Христа, когда Он сказал, «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Евреи, которые шли в обетованную землю, под покоем они понимали вхождение в эту землю и жизнь в этой земле. Христос зовет нас в Царствие Свое. «Я успокою вас». Христос есть Господин субботы, как сказано в Евангелиях, то есть Господин покоя, ибо слово «субботы», «шаббат» означает «покой». Он есть покой наш, и никто нас не успокоит так, как мы можем успокоиться во Христе и со Христом. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование, войти в покой Его, не оказался кто из вас опоздавшим». И вот преподобный Ефрем Сирин пишет об этих опоздавших. «Посему будем бояться, так же и мы, чтобы не оказался кто из нас отставшим, то есть опоздавшим, и чтобы нам, благодаря нашему нерадению, не лишиться возможности войти в покой, не в ту землю обетования». Мы видим, отцы, братья, сёстры, как тяжело там живут евреи до сих пор, всё время какие-то обстрелы, какие-то теракты. И Ефрем Сирин уточняет «Не в ту землю обетования, но в истинный покой Божий, который есть в Царстве Небесное». Конец цитаты. Но при этом мы, христиане, понимаем, что этот покой начинается еще в этой земной жизни. Особенно, когда мы приступаем к таинствам церкви, мы еще, живя на земле, вкушаем благо вечной жизни. Далее, второй стих и ниже. «Ибо и нам оно возвещено, как и тем, то, что есть покой, но не принесло им пользы слово слышанное, нерастворенное верою слышавших. А входим в покой мы, уверовавшие, то есть уверовавшие во Христа. Так как он сказал, «Я поклялся в гневе моем, что они, то есть ветхозаветные люди, не войдут в покой мой». Это отсылка к Ветхому Завету. «Хотя дела Его, то есть Господа, были совершены еще в начале мира». А зачем это уточнение? «Хотя дела Его были совершены еще в начале мира», то есть Бог создал людей совершенными существами. Когда Бог сотворил мир, все, что в мире человека, то Он сказал, что все хорошо весьма. Но через грехопадение люди исказили характер своего бытия. «Ибо негде сказано о седьмом дне» Седьмой день – это день покоя, шаббат – покой. «Ибо негде сказано о седьмом дне так, «И почил Бог в день седьмый от всех дел своих». Ну, не в том смысле, что почив, устранился от управления мира, конечно, нет. И еще здесь. «Не войдут в покой мой». Это об ветхозаветных людях, опять же слова из Ветхого Завета. «Итак, как некоторым остается войти в Него», то есть христианам, «а те, которым прежде возвещено, не вошли в Него за непокорность, то еще определяет некоторый день, то есть некоторый день покоя. ныне, говоря честь Давида, после столь долгого времени, как выше сказано, ныне, когда услышите глаз Его, то есть Христа, не ожесточите сердец ваших. «Ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, когда Он ввел еврейский народ, Божий народ, землю обетованную, то не было бы сказано после того о другом дне, потому что жизнь земле обетованная, она беспокойна с тех времен и до настоящих дней. «Посему для народа Божия еще остается субботство». Что такое субботство? Евреи, как Божий народ, они обретали покой частично в Божий день, в субботу, шаббат, покой. Такое значение этого дня. А шесть дней делали обычные свои беспокойные дела, утруждались, воевали, гибли, оказывались в плену, пережили Холокост в XX веке. Так что же такое субботство, которое предлагается народу Божию? Прежде всего, в новозаветном значении этого слова, то есть церкви. Вторая книга Паралипоменон, 36 глава, 21 стих, мы находим такие слова. «Доколи во исполнение Слова Господня, сказанного устами Еремии, земля не отпраздновала суббот своих». Что это значит «не отпраздновала суббот своих»? Землю можно было обрабатывать шесть лет, седьмой год она должна была в покое пребывать. «Доколи во исполнение Слова Господня, сказанного устами Еремии, земля не отпраздновала суббот своих, во все дни запустения, когда еврейский народ был уведен на 70 лет в Вавилон, она субботствовала, то есть ее никто не обрабатывал, все 70 лет, до исполнения 70 лет. То есть субботство, которое остается для народа Божия в церковном понимании этого слова, это непрерывный покой, который невозможен по-настоящему в этой беспокойной земной жизни, но который начинается в этой беспокойной земной жизни и не прекращается и после смерти». «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас». Христос, который называется в Евангелии господином субботы, Он один может дать нам вечный покой. Архиепископ Паверкий Таушев пишет, «Хотя древние евреи, несмотря на обетование, не вошли в землю покоя, они вошли в землю Эра Цесраэль, но там не было покоя абсолютного, там было все очень беспокойно, как и до сих пор. Хотя древние евреи, несмотря на обетование, не вошли в землю покоя, по своему неверию и за свой ропот против Бога, другие верующие, именно христиане в Новом Завете воспользуются этим обетованием Божьим, а вхождение в покой, потому что Бог назначил в Новом Завете другое субботство, то есть другой день покоя, это день незаходный, который, начавшись в этой жизни, в вечности он не кончится никогда. То есть другой день покоя, когда новый народ Божий, то есть христиане, войдут в покой его. И в Библии, и в Ветхом Завете, и в Новом Завете говорится об этом дне Божьем, который, начавшись, уже не прекратится никогда. Десятый стих. «Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих?» Но этого мы не видим в этой жизни. Далее, в заключении этой главы апостол приводит сильные аргументы, побуждающие к вере и к послушанию. Он пишет, «Итак, постараемся войти в покой Оны, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность». То есть, если мы хотим обрести покой, то мы должны вспомнить тех, которые искали покоя земного и не нашли его. Я часто привожу такой пример, что мы все время ищем покоя. Если снять на камеру или даже вот эту видеозапись промотать в быстром режиме, то вы увидите, как я, хотя я стараюсь вести себя спокойно, все время опираюсь на эту руку, на эту руку, откидываясь назад, вперед, все время ищу удобное положение. Так и в жизни каждого из нас. В нас вложено это стремление искать покой. Удобное положение. Но едва ли мы сможем его найти в этом материальном мире, где все предельно беспокойно. Хотя начало Божьего покоя это наше участие в таинствах церкви, когда мы переживаем, как бы живя на земле, уже вкушаем благо вечной жизни. Итак, постараемся войти в покой онный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. Ибо Слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Это одно из лучших библейских определений, что такое Слово Божие. Прежде всего, оно живо и действенно, то есть не теряет своей актуальности. Оно, меч обоюдоострый, заточенный с двух сторон книги Ветхого и Нового Завета, оно проникает до разделения души и духа, состав и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные, позволяет нам познать нас самих. Почему, рассуждая о покое, в который мы должны войти, Павел начинает говорить о Слове Божьем? Потому что Слово Божие – это, если хотите, карта, которая показывает нам направление, что нас ждет на пути вечной покои, где опасные зоны, где опасные пустыни, а где спасительные оазисы, и так далее. Блаженный Августин пишет, сначала он цитирует слова Христа, «Не мир пришел я принести, говорит Господь, но меч, и далее. И Слово Божие называется в Священном Писании мечом обоюдоострым по причине остроты двух заветов, то есть Ветхого и Нового. Острота – это актуальность. Ни один стих Библии в Ветхом или Новом Завете не потерял своей актуальности, ибо Слово Божие живо и действенно, то есть оно всегда современно, оно всегда опережает наше настоящее, свидетельствование не только о прошлом, но и о будущем. Архиепископ Аверкий Таушев пишет, «Смысл этого изречения тот, что Слово Божие живо и действенно, то есть не остается без исполнения, дает то, что обещает, и производит то, чем угрожает, грозная и карающая сила Слово Божие, изоблючающая самые тайные помышления, сравнивается с обоюдоострым мечом, насквозь проникающим преступника, важным здесь является встречающиеся и в других местах у апостола Павла указания на трехсоставность человеческого естества, дух, душу и тело». То есть Священное Писание касается таких тонких вопросов, как дух, душа и тело, хотя внешне кажется, что есть душа и тело, и все, но не так все просто. Далее апостол Павел пишет с 13 стиха по 15, «И нет твари, сокровенные от Него», то есть никто не может скрыться от Бога, «но все обнажено и открыто пред очами Его, Ему дадим отчет, и так, имея первосвященника Великого», то есть Христа, это главный наш первосвятитель, «И так, имея первосвященника Великого, прошедшего небеса», когда Он возносится на небо, «Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего». Поэтому бессмысленен спор, кто выше, Папа Римский, который считает себя наместником Иисуса Христа, или Констинопольский патриарх, который считает себя наместником аж Бога Отца, мы имеем первосвященника Великого, Годоль, Великий, который прошел небо, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. А источник нашего исповедания – это прежде всего Слово Божие, а не человеческие пересуды, кто за кем должен стоять во время богослужения, что кто-то не так сел и так далее. И опять прочитаем 15 стих, «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который подобно нам искушен во всем, кроме греха». Как мы уже с вами говорили, изучая послание к евреям, нет такого человека, который был бы искушен во всем, ибо у каждого человека есть свой набор похотей, именно поэтому мы боимся говорить о своих немощах в присутствии других людей, о морально-нравственных немощах, предполагая, что они, может быть, выше такого нашего падения. Так вот, нам не надо бояться Христа. Он был искушен во всем, кроме греха. То есть, когда он взял на себя грехи мира, он ощутил искушение каждого греха, и в этом его преимущество перед земными служителями церкви, которые могут брезгливо отнестись к какому-то греху, к какой-то человеческой немощи. И смотрите, что пишет преподобный Симеон Новый Богослов. «Все почти стыдятся людей немощных и бедных. Царь земной и смотреть на них не хочет. Вельможи отвращаются от них, богачи презирают их. Если случится, какой-нибудь встретит таких на пути, их обходят, внимания не обращая на них, как на ничтожество, и никто на мысль даже не принимает, чтобы было хорошо войти с ними в сообщение. А Бог всеблаги оставил сильных, мудрых и богатых мира и избрал немощных, немудрых и бедных по великой и неизреченной благости своей. Сей Бог, кому служат темы ангелов, который носит всяческое, глаголом силы своей, то есть все содержит словом своим, величие славы, коего никто стерпеть не может. Сей самый Бог благоволил соделаться и отцом, и братом, и другом таких отверженных, и принять плоть человеческую, чтобы стать подобным нам во всем, кроме греха, и сделать нас причастниками и наследниками своей славы и царства своего. О, сколь велика и богата благость, сколь неизреченно снисхождение к нам владыки нашего Бога. Действительно, отцы, братья, сёстры, это великое преимущество, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который подобно нам искушен во всем, кроме греха. И далее, 16 стих, «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Что значит для благовременной помощи? Ну, как говорят в русском народе, ложка хороша к обеду. Итак, мы знаем, Слово Божие раскрыло нам характер Сына Божия. Мы знаем намерение Бога Отца, который показал и раскрыл нам Бог Сын. Мы в нем, во Христе узнали характер Бога, что Бог есть любовь. И теперь безбоязненно будем надеяться на милость и на награду, ибо никто из нас ее не заслужит именно на милость, то есть на божественное снисхождение в акте любви спасения рода человеческого действием благодати. Итак, сегодня отцы, братья, сестры, мы закончили обзор четвертой главы послания к евреям первоверховного апостола Павла. Подписывайтесь на библейский портал Экзагет, чтобы вовремя получать информацию о наших беседах, новых беседах, и берегите себя. субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok